Минуты до старта. Врачи проверяют пульс, давление, температуру тела участников, отбраковывают пришедших на забег под шофе. У Анастасии Семеновой все показатели в норме. Она бежит в составе команды. Меня пригласили в команду с предприятия. Сестра немножко меня поддерживала. Давай я буду тоже участвовать. И со мной вместе. Ходили с ней, тренировались на всей дистанции. По всем этим препятствиям прошли. Очень понравилось и как бы загорелись с ней. Здесь на старте царит настоящий спортивный дух. Кто-то уже разминается, кто-то настраивается морально. Крыто соревнование аналогично с Сахалинскому рубежу. Впереди участников 2 километра и 30 контрольных точек. Так судьи называют препятствия. Устроители трека невольно сравнивают его с областным забегом. По количеству препятствий оно примерно одинаковое с Сахалинским рубежом. Но с учетом того, что там 6 километров и разрывы между препятствиями есть, здесь разрывы покороче. Соответственно некогда даже отдохнуть. Есть препятствия, которые созданы искусственно. Есть препятствия, которые являются элементами рельефа местности. Просто нами они приспособлены как препятствия. На каждом этапе стоят волонтеры. Они осуществляют промежуточный контроль. За ошибки добавляют время. Кочки, соты, альпинистская стена. Последнее из препятствий называется рожденный заново. И понятно почему. Среди участников не только жители Шахтерска. Есть спортсмены и из других районов области. Проверил свои силы в экстремальном забеге и сенатор от Сахалинской области Юрий Архаров. Бежал в команде. Хоть мы и не прибежали первыми, но самое главное есть воля в победе. Сила духа. Должна работать команда. Только тогда мы добьемся какого-то успеха и будет у нас все здорово и замечательно. Победители определили в личном и в командном зачетах. Их наградили денежными призами. Александра Накипова, Максим Махин, телекомпания ОТВ.